Новости 24 продолжают работу в режиме онлайн. С вами Захар Алиева. Здравствуйте. Установлено влияние COVID-19 на развитие шизофрении. Ученые пришли к заключению, что коронавирусная инфекция нового типа способна затрагивать центральную нервную систему и вызвать тяжелое отклонение психики у детей, рожденных переболевшими женщинами. В частности, речь идет о таком психическом расстройстве, как шизофрения. С точки зрения экспертов, необходимо отслеживать состояние людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию внутриутробно и на разных этапах жизни. Муфтият Дагестана продолжает оказывать весомую помощь больницам, где врачи спасают жизни людей. На этот раз представители Муфтията выехали в Акушинский и Сергокалинский районы. Они посетили местные больницы и встретились с простыми жителями, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедову. Протянули руку помощи. Огромное вам спасибо. Вообще с первых дней этой ситуации религиозные структуры очень взаимопонимающе отнеслись к этому. Это благодарность врача Сергокалинской районной больницы. В сложное время Муфтият оказал медучреждению своевременную помощь в виде медикаментов и средств индивидуальной защиты. Приятным подарком для их семей стали также наборы продуктов первой необходимости. Это 57. Ковид подтвержденно. Лабораторно еще большое количество анализов. Более 350 человек. Пневмония из них у нас где-то 275 по стационару уже госпитализирована. По имя этого представители Муфтията в поселковых магазинах погасили часть долгов нуждающихся. А в рамках акции благотворительного фонда «Инсан» раздали 300 продуктовых наборов. Их получили те семьи, которые остались без пропитания. Как у вас здоровье, как дела? Пойдет. И болеете, не кашляете? У вас немножко помощь решили сделать. Спасибо. Благодаря помощи Муфтията спасают жизни людей в Акушинском районе. В центральной больнице была острая нехватка медикаментов. Не было так необходимого сейчас для тяжелых больных кислородного концентратора. Вот только как поступил кислородный концентратор, сейчас уже действует, уже спасает человеческую жизнь. Огромное человеческое спасибо, что они не остаются в стороне. Муфтия Дагестана и дальше планирует оказывать возможную помощь. И вместе с врачами делать всё, чтобы бороться за жизнь каждого человека. Если что-то от нас ещё необходимо, мы всегда будем рядом и готовы помочь. Хамзанур Магомедов, Алиасхаб Магомедов, Дауд Гасанов, Новости 24, телеканал ННТ. Ифтар в режиме самоизоляции. В период пандемии коронавируса благотворительный фонд «Инсан» продолжает свою активную работу. Ежедневно только в Махачкале готовые порции еды на разговение получают около 4 тысяч малоимущих семей. А накануне обеспечения Ифтара взяли на себя дагестанские спортсмены. Курман Рагимов продолжит. Плов, финики и хлеб – такой Ифтар сегодня может позволить себе не каждый житель республики. Свою руку помощи землякам решили протянуть известные дагестанские спортсмены во главе с олимпийским чемпионом Гайдарбеком Гайдарбековым. Добровольцы взяли на себя все расходы и развозят порции готовой еды по домам подопечных фонда «Инсан». Там обратился фонд «Инсан», что дается один день для того, чтобы мы могли накормить нуждающихся. И после этого у нас есть группа, это группа, которая спортивное сообщество. Я обратился туда, чтобы мы собрали деньги на один день, чтобы взяли на себя из фонда «Инсан». Сегодня это посчастливилось. Наши ребята за короткий срок, за один день собрали всю эту сумму. Акция по адресной доставке еды пришла на смену шатру Рамадана. На протяжении восьми последних лет нуждающиеся могли разговляться во дворе Джума-мечети. Братская атмосфера, а именно этот фирменный плов, полюбились многим горожанам. Однако в этом году из-за эпидемии коронавируса организаторы вынуждены изменить формат. В этом году мы планируем осуществлять адресную доставку нуждающимся семьям уже готового, приготовленного плова. И по всей республике Дагестан с участием всех филиалов мы планируем охватить чуть более 10 тысяч семей ежедневно. Хочется поблагодарить всех, кто принимает участие. И хочется призвать, чтобы люди не оставались в стороне и принимали участие в этой акции. Пусть каждое добро, сделанное нами, вернется в сторицу. Спортом будешь заниматься? Бери спорт, держи. Иди, чтобы что-нибудь купить. Хорошо себе. Да примет всевышние ваши добрые дела. Именно этими словами во всех семьях провожают волонтеров. Клубе Universal Fighters не первый раз участвует в подобных акциях. Помощь землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чемпионы мира по грэплингу и джиу-джитсу считают своим долгом. Сегодня у нас есть уникальная возможность принять участие в этой благотворительной акции. Поэтому давайте не будем оставаться в стороне и поможем кто-то, чем может. Акция по доставке ифтаров проводится фондом «Инсан» ежедневно. О вознаграждении за то, что накормил постящегося, знают, пожалуй, все. Поэтому внести свой вклад в это дело может любой желающий. Курбан Рагимов, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Махачкала. Госдолг Дагестана в 2020 году пустят на борьбу с эпидемией. Правительство Российской Федерации опубликовало постановление об освобождении регионов от погашения задолженностей. Так уточняется в документе. В 2021 и 2024 годах субъекты ежегодно должны будут выплачивать по 5% долга. А в 2025-2029 годах оставшуюся сумму равными частями. Средства, которые освободятся в текущем году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Государственный долг Дагестана составляет более 8 миллиардов рублей. Оказавшиеся в изоляции из-за коронавируса люди по-разному проводят время, но некоторые не забывают места, дорогие их сердцу. Так, воспитанник Республиканской школы боевых искусств 5 сторон света, китайц Яо Ялай, отправил свои родные пенаты в защитные маски. Получив их, директор школы решил передать маски руководству Буйнакского района. Защитные средства были переданы на посты, где несут службу работники полиции. Они, в свою очередь, с напутствием раздали маски водителям и пассажирам. Часть из них будет также передана в медицинские учреждения района и в отдел полиции. Мальчик, который у нас тренировался 30 лет назад, китаец. Ялэй, вы слышите? Ялэй, ялэй. Спросил, ну как у вас, может вам что-то нужно? А мы, как раз масок у нас не было. Они говорят, хорошо. И прислали 20 тысяч штук. Из-за распространения коронавируса по всей стране отменяются массовые мероприятия. От крупных фестивалей до концертов и спектаклей. Ну а некоторые проекты начинают переходить в режим онлайн. Как, например, всероссийская акция «Библионочь». В этом году марафон впервые прошел безочной встречи зрителей и участников. В онлайн-библиотеке побывала и моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Акция «Библионочь» давно стала популярной в Махачкале. Ежегодное мероприятие собирало сотни поклонников в стенах библиотек и, прежде всего, в Главной национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова. Из-за сложившейся во всем мире ситуации с пандемией, работа всех библиотек мира переместилась в виртуальное пространство. Но желающих принять участие оказалось даже больше, чем обычно. В этом году чтения посвящены победе в Великой Отечественной войне. Артисты, писатели, деятели культуры со всей республики дали старт акции. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Наше время иное, лихое, но счастье как всталищий, и в погоню за ним мы летим ускользающим светом. Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть. Кстати, прочитать отрывки из любимых произведений можно было и на национальных языках. Вместе с тем к онлайн-марафону 75 слов победы подключились и библиотекари со всего Дагестана. Они признаются, такой формат акции немного непривычен, но пропустить такое мероприятие они не могли. Этот год очень значимый для нас с вами. Наши деды, прадеды, отцы, дедушки и бабушки воевали для нас, чтобы мы с вами жили под мирным небом. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Марафон объединил разные поколения людей. Участники акции прикоснулись к литературному наследию военных лет. Погибшим быть бессменны на посту, им жить на званиях улиц и в былинах. Ветеран-боец бывалый, повидал за жизнь немало. Он с отвагой в бою защищал страну свою. Каждый мог поделиться своей историей, публично прочитать письма далеких лет из архива своей семьи или спеть песню. Так, в онлайн формате впервые прошла эта необычная библионочь. Она позволила узнать о новых проектах, а значит расширила горизонты, несмотря на тревожные обстоятельства, даря людям надежду на лучшее. И полка за туманами, видеть мог паренек, на окошке над девичьем все горел огонек. Зумруд Гамидова, Даут Гасанов, телеканал ННТ. В селении Кванада Сумадинского района сошел оползень. Об этом сообщает МЧС по республике Дагестан. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Дорожное сообщение не нарушено, жалобы и звонков от населения не поступало. В Дагестане стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой роздано уже более 20 тысяч символов победы. В связи с пандемией коронавируса акция в этом году претерпела некоторые изменения. У волонтеров нет возможности раздавать ленточки прямо на улице, поэтому символы победы были переданы в места, доступные для посещения граждан. Это магазины, сети супермаркетов, медицинские центры, автозаправочные станции. Ленточки также переданы сотрудникам полиции и врачам, находящимся сегодня на передовой борьбе с COVID-19. Всего до 9 мая планируется раздать более 75 тысяч ленточек. А у меня на этом все. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.